РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Всем привет! Добрый вечер, друзья! Вновь мы с вами, вновь хотим познакомить вас с замечательной семьей. По формуле программы в центре повествования у нас известный футболист, а главная рассказчица мама. С ней вспоминаем самые забавные, самые волнительные моменты из жизни спортсмена и его семьи. Ну, плюс друзья, родственники и тренеры тоже задействованы. В общем, компания получается отличная. Программа подготовлена по инициативе Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Ведущий Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. Так, ну, пора представить их главных героев. Федор Чалов, российский футболист, нападающий московского ЦСКА и сборной страны, и его мама Наталья. Послушаем несколько самых ярких заявлений программы. Идет тренер, говорит, а что вы здесь сидите? А я сижу за дверью. Я говорю, мне Федя запретил смотреть футбол. Он говорит, господи, все бы родители здесь сидели. Смотрю, у него глаза горят у Федя. Значит, надо брать. А когда я на первую тренировку видел, что в мои руки попало, думаю, ну все, не укушу. Я открываю коробочку, там лежат ключи. Я говорю, что это? Я говорю, ну ты пойди на дорогу, ты пойди. То есть они вот с первой своей большой зарплаты, они сложились, купили мне новую машину. Папа у нас лучший, в принципе, спортсмен и чемпион мира по всем видам спорта. Он приехал на самокате на стадион, имел огромный успех, потому что машина там. Кенфеева, еще кого-то. Эй, Федя, на самокате написано А4. Сказали, мммм, сказал, ну. Подробности последуют, как говорится. Чалов, фигура в российском футболе заметная. Что касается титулов, то Федор – обладатель Суперкубка России. Дважды серебряный призер чемпионата России. Все это с ЦСКА. В 17-м году лучший молодой футболист России. В 2018-м лучший бомбардир и лучший футболист чемпионата России. Ну и, конечно, обладатель титула лучший сын для своей мамы. Вернее, один из двух сыновей, потому что в семье Чалов есть еще и младшая дочка, и старший сын есть у Федора. В общем, трое детей в этой дружной, активной, творческой и, конечно, спортивной семье. Даниил – старший сын, Федор – средний, Даша – младшая, как уже было сказано. И, по словам мамы Наташи, они абсолютно друг на друга не похожи. Федя книжек не читал. Даня прочитал очень много книг. Удивительно, что дети разные. В одной семье совершенно три разных человека. Надо сказать, что Федя, он с детства был мужичок. Федя начал получать зарплату с 13 лет. И сам решал, например, что подарить мне на 8 марта, например, чайник домой. То есть он не спрашивал, что надо, что-нибудь. Он просто шал и, на свой взгляд, делал мне подарки. Ну, Даня – он творческая личность, конечно. Папу – это мультипликаторы, как я их называю. Все они придумывают, остальным разгребай. Федя – он более самостоятельный, наверное. Когда я начинаю ему говорить, там вот, а вот тут он мне говорит, «Так, ладно, хватит». Вот будет вот так вот. А Даша – это тоже отдельный разговор. У Даши пока 15. Я не знаю, что будет. Мы тут ходили на профориентацию. Надо же ОГС давать. У ребенка самый высокий балл – 9,2. В пункте самоконтроль. Господи, бедный ребенок. Ужас какой. Откуда вообще в такой семье самоконтроль 9,2? Кошмар, кошмар. Наталья имеет в виду, что семья – это очень эмоциональная, очень творческая. И вроде как, откуда тут самоконтролю взяться? Кстати, про творчество мы обязательно поговорим отдельно, чуть позже. Там же целый семейный театр. Итак, было у отца и матери два сына и одна дочка с повышенным самоконтролем. И пошло так в семье Чавых, что сыновья в футбол повадились. Первым пошел старший Даниил. Началось все с того, что в 6 лет мы отвели Даню в футбольную школу, потому что вроде он хотел. В «Динамо» мы пошли. На «Динамо» в то время тренировался где-то на станколите, потому что на «Динамо» был рынок. А Федя маленький, подмышка, ему 2 года. И я Дане говорю, Даня, ты очень хочешь заниматься футболом? Он говорит, ну, я не знаю. Я говорю, ну, раз ты не знаешь пока, пойди-ка ты в музыкальную школу. И мы не стали водить Даню на футбол. Он пошел в музыкальную школу, закончил 7 лет фортепьяно. Но в 11 лет Даня нам сказал, что мы отравили его жизнь. Все пошло не так. И что если мы сейчас же не найдем ему какой-нибудь футбол, то все пропало. Вся жизнь ему прошла зря. Вообще ни к чему. Это вообще все. И поэтому в 11 лет Даня пошел на коробку. Там, как это называется, кожаный мяч. То есть у нас во дворах учительница физкультуры из соседней школы собирала детей и устраивала там вот эти соревнования кожаный мяч. Собственно, тут вот уже начинается история про то, как дети стали профессиональными футболистами. Потому что на эту коробку пришел замечательный тренер Игорь Юрьевич Гусев, с которым мы до сих пор общаемся. Он на тот момент был старшим тренером юный динамовец. Он приходил на все эти площадки, отсматривал детей и говорил, ну, вот этот мне подойдет. Сказал он про Даню. Мы говорим, ну, у нас еще вот у этого есть еще вот брат младший, на 4 года младше. Он говорит, ну, у меня нет команды на 4 года младше, такого возраста пока нет, ну, пускай этот тоже приходит и бегает вместе со старшим братом. И получилось так, что Даня и Федя пошли в один год в одну команду. То есть Федя тренировался с ребятами на 4 года старше себя. К зимнему первенству стало понятно уже, что Федя тоже что-то может. Соревнования детей проходят по системе двух команд. Играет сначала основная команда, а потом играет дубль. Вот Федя выходил капитаном дубля, и родители паративников говорили, о, а что это у вас маленький такой хороший? Что это он у вас такой вообще? Мы говорим, ну, какой есть. Какой есть. И год отзанимался Федя вместе с Даней. Ну, Даня остался в юном динамсе, а Феде стало понятно, что надо куда-то везти по возрасту и, в общем, по, может быть, в какую-то уже школу получше, скажем так. И мы пришли в ЦСКА. Феде было 8 лет. Ой, сколько в этом монологе для меня лично моментов, от которых прихожу, ну, просто восторг. Ты представляешь, во дворах в московских школьная учительница собирала детей на кожаный мяч, а тренер, профессиональный, между прочим, по этим же дворам ходил и отсматривал мальчишек для своей команды. То есть невероятная вообще какая-то история, как мне кажется, особенно для нынешних времен. А меня очень трогает, насколько семья Чаловых внимательно к способностям и желаниям своих детей. Это тоже редко. Слово тренеру, который искал детей по московским дворам, он же первый тренер Федора Чалова, Игорь Юрьевич Гусев. Нашел-то я, в общем-то, Даниила, а Федя был рядом с ним на этой игре с отцом. Ну, да, не Игорь, а можно брат еще. Я говорю, сколько брату лет? Ну, он 4 года младше. Я так подумал, подумал, а потом рукой махнул. Смотрю, у него глаза горят у Феди. Ну, раз горят глаза, значит, надо брать. А когда я на первую тренировку видел, что в мои руки попало, думаю, ну, все, не упущу. Федя в штрафной площади, вот это то, что я увидел, тоже мне очень понравилось. Ну, такая скорость мышления, может, еще и потому, что скорость исполнения, может, еще потому, что он чувствовал, что у тебя ребята большие, и мне надо успеть. Вот он и успевал. Ну, когда мальчишка, согласитесь, играя на 4 года младше, в первенстве в Москву забил около десятка мячей, о чем-то говорит. И я сразу тогда в ЦСКА своим друзьям, есть. Ну, что есть? Парень за 84-й год играет, 10 мячей забил. Такая пауза. Я говорю, он на 4 года младше, 98-го. А, давай. Как мне потом сказали, Паша Коваль, к которому он пришел в команду, и после первой тренировки форму выдал. Конечно, если покопаться в этой истории, не так уж все и сразу получалось. И Наталья Чалова сама прекрасно разобралась в том, к какому тренеру как надо заходить. В ЦСКА в то время, 98-й год рождения, тренировал Павел Григорьевич Коваль, тренер. Акинфеева. То есть, ну, он такой из старой закалки. Замечательный человек. Причем, Игорь Юрьевич Гусев тогда говорит, иди, говорит, там, Паша Коваль, 98-й год тренирует, скажете, что от меня. Но Павел Григорьевич был из тех тренеров всегда, что ему можно было сказать, что ты от кого хочешь. То есть, футбол по блату не играют. Вот, он посмотрел Федю, сказал, ну, пусть тренируется. Ну, вот, и с тех пор, с 8 лет, Федя, пусть тренируется. Ну, тут уже прямо напрашивается комментарий самого Павла Григорьевича Ковалья, тренера детско-юношеской спортивной школы футбольного клуба ЦСКА с 93-го по 2007-й годы. Между прочим, в начале 2000-х Коваль дважды признавался РФС лучшим детским тренером России. Павел Григорьевич вспоминает первую встречу с Федором Чаловым. Я избирал 98-й год. Вот я взял, посмотрел, вот он, 9 лет у меня был, 3 года. Сразу нападающего стало, у меня хорошую. И техника обладал, и уменивает. В общем, уже в этом возрасте у него хорошие проскальзывали футбольные навыки. Тяжело было, ну, так, брал на себя игру, обыграл, забивал много. Вот он сразу так пошел. Ну, добрый он был. Я не помню, чтобы он с кем-то подрался и еще что-то. Может, маленький бывает, а у него нет такого. Еще Коваль в разных интервью говорил, что помнит нападающего скромным и стеснительным мальчиком, который перебрался из юного динамовца с животиком и вообще, как булочка. Но Федор быстро скинул лишний вес. Слушай, это вообще отдельная тема телосложения юного Чалова. Но через одного товарища по команде вспоминают, что в детстве Феде был плотного телосложения, даже немного пухлый. Добрые друзья быстренько подогнали ему прозвище, там что-то типа пузо, арбуз. Притом, сами же признаю, что это был не лишний вес, просто строение тела. Но уж мама само собой все расставляет по местам. Развенчивает все эти легенды про лишний вес. Да, это такие легенды. Даня всегда звал его жирным, но это неправда. Но просто они немножко разные конституции. Даня вообще был дрищ длинный и тонкий. Федя был поплотнее, немножечко позбитий, но лишнего веса не был никогда. Чуть-чуть плотненький, хилые дети отскакивали от него, там на футболе немножко подали. Вот. Никаких диет дома, не так, чтобы вот там специально не кормить детей или кормить чем-то специальным. Нет, такого не было. Федя в юности любил Макдональдс. Тут прямо все товарищи по команде его сдают. Видимо, еще и потому, что сами такие же были. Но при этом отмечает, что его комплекция никоим образом не мешала ему бегать по полю быстрее всех и иметь, например, хорошие прессы и вообще развитые мышцы. Интересно, что папа Федора Николай Ичалов тоже давал комментарии про организацию питания для детей спортсменок и рассказывал, что его зоной ответственности всегда была утренняя каша. Овсянка, как правило, была на воде, без сахара, постоянно выдавалась на завтрак и была всеми ненавистна. Но тогда дети были еще маленькими и на них можно было надавить. Это вот сам папа говорил так. А обед и ужин это уже была зона ответственности мамы. Мама знает все, тем более такая, как Наталья Чалова. Представляешь, она же до определенного момента была еще и футбольным агентом Федора. Именно мама занималась всеми вопросами, контрактами, документами, притом чувствовала себя очень уверенно в этой роли. Об этом мы подробнее поговорим по ходу программы. А сейчас небольшой перерыв. Мама знает все. Мамы футболистов делятся своими секретами воспитания на Авторадио. Несколько лет назад мама Федора Чалова вышла на футбольное поле, когда команда ее сына ЦСКА играла с крыльями Совета. Наталья Чалова нанесла удар по мячу, отдав пас на сына. Конечно, это была символическая история, буквально эпизод, приуроченный ко Дню Матери, между прочим. Потом игра продолжилась в стандартном виде, но вот этот момент был очень милым. Милый, трогательный, смешный момент. Из всего этого состоит и наша программа, которая подготовлена по инициативе Российского Футбольного Союза при поддержке Газпромбанка. Мы продолжаем. Мама нападающего московского ЦСКА Федора Чалова это мама, воспитавшая двух футболистов. Напомню, что старший брат Федора Даниил играется в игре. Папа Николай Чалов говорит, что они ее втянули в это всем своим мужским коллективом. Ну, все-таки трое мужчин в семье. Конечно, она еще и очень сильно нервничает, когда смотрит игру с участием сына. Иногда глаза закрывает или даже уходит, чтобы не наблюдать воочию, не присутствовать в каком-то особо важном моменте матча. Верит в приметы, болеет громко и никогда не желает зла соперникам. Ну, во-первых, конечно, очень расстраивают болельщики, которые желают зла соперникам. Вот эти люди плохие люди, потому что там же тоже дети, хиты. Понятно, что они играют в футбол, это жесткая мужская игра, но я никогда не желаю зла другим людям, другой команде. И обидно, когда происходят какие-то нечестные моменты. Там вот Федя нос сломали, например, было очень неприятно, обидно и страшно, потому что это был даже не игровой момент, а прям вот некрасиво было со стороны соперников. Нарочно сделано. Иногда я не смотрю, когда какие-то такие моменты, там, пенальти или еще что-нибудь. Я отворачиваюсь, говорю, ну что там? Вот, не смотрю. Ну так, на фарт. Кто-то, возможно, скажет, вот, подфартил женщине два сына, профессиональных спортсменов, многого добились в футболе, особенно, конечно, Федор. Но человек далекий от спорта порой даже не представляет, каких родительских переживаний стоят успехи детей. Знаешь, я поняла, что Наталья Чалова, пережив в первой сложности с футбольной карьеры старшего сына, со вторым, вот, с младшим воспринимала все уже чуть легче. Опыт, что ты скажешь? Ну, конечно, с Федей было все попроще. Федя шел, шел и шел прямо. С Даней было сложнее, потому что ему надо было куда-то пристраиваться, что-то это. Он там 18 лет в Хабаровск уехал играть Бог знает куда, один. Конечно, за Даню, наверное, больше переживаний вот таких, ну, связанных с жизнью. Ну, и с футболом, наверное, тоже, потому что у него тоже было непросто с карьерой. Где-то он играл, где-то мало играл, хотел больше играть, от этого очень переживал. Вот. Ну, Федя шло и шло, потихоньку. Интересно, конечно, как между братьями выстраивались отношения, насколько помогали друг другу, что подсказывал старший и младшему. А ведь получается, что в футболе-то они стартовали практически одновременно. Просто Федор был помладше, а старше у обоих практически один и тот же получается. Мы же говорили про это. Но вот в раннем возрасте, когда Федя был совсем маленьким, да, не приходилось заботиться о братишке, рассказывает сам Даниил Чалов. Помню момент, когда меня однажды разбудила мама ночью, и я помогал мыть Федю в душе и чувствовал, что вот я заботливый брат. А так вообще мы с Федей все детство проводили вместе. В основном мы вместе играли в футбол, потому что мне нужен был вратарь. Мне было там 6-7 лет, я начинал играть во дворе, и вот Федю как раз можно было использовать в качестве вратаря. Ну и вообще надо было как-то учиться там подачи делать, бить, пасы отдавать. И мы, соответственно, вместе с Федей учились все это делать. Очень хочу рассказать про Даниила. Ну вот просто уникальная личность. Красивый, умный, молодой человек, о котором многие из его коллег из спорта говорят с огромным уважением. Отличительная его черта, взятая, я уверена, из семьи, это тяга к постоянному развитию и желание осваивать какие-то новые профессии и деятельности. По сути, жажда творчества. А это точно из семьи? Да, Данил создал очень интересный проект, в котором соединил искусство и спорт. Называется этот проект «Ничего обычного». Это футбольный творческий бренд, объединение, которое в том числе занимается созданием креативные формы для футболистов. И мама Чаловых тоже, конечно, вовлечена в этот процесс. Смешно. На сайте объединения она представлена как тетя Наташа. Вообще, все это меня не удивляет. Чаловы – это семья, в которой спорт и творчество сошлись раз и навсегда. Папа Николай Чалов, научный сотрудник Московского авиационного института, с детства заставлял детей учить английский, играть в театре, играть на фортепиано. Но он не из тех родителей, которые, знаешь, отправив детей развиваться в кружки и секции, сами ложатся на уютный диванчик. И включают спортивный канал по телевизору. Да. То есть нет. В этой команде капитан настоящий. Николай Чалов рассказывал в интервью, что он всегда очень ответственно относился к обещаниям, данным детям. И всегда для детей был примером. Если уж обещал сыновьям пойти на каток, то шел при любых обстоятельствах. Если уж вовлекал детей в театр, то сам в первую очередь этим театром жил. Папа в молодости тоже занимался, между прочим, футболом. Хотя чем он только не занимался. Невероятно разносторонний человек. Об этом сейчас расскажет Наталья Чалова. Папа просто занимался футболом. В своем городе был выбор между карьерой профессионального футболиста или поступлением в Московский аэционный институт. И он уже пошел, как большинство людей, выбирать Московский аэционный институт из небольшого города Павлова на Оке. Это наш папа. И он там все детство проиграл в Павловском торпедо. То есть у него навыки футболиста были. И вообще наш папа считает, что он в семье лучший футболист, а остальные почти так себе. Но папа в это время уже забросил футбол давно. То есть он нигде не играл ни любительски, никак. Он занялся театром, фаустом. Театр Фауст называется. Фауст это факультет установок. Я пришла в этот театр, мы там с ним познакомились и, в общем, достаточно быстро решили, что мы семья. И как только решили, что мы семья, у нас практически сразу появился Данечка через год. Дети с нами на репетициях были всегда, потому что, к сожалению, не было у нас так помощи бабушек, дедушек, чтобы можно было оставить детей. Поэтому дети всегда были с нами. Поэтому они все это видели, слышали, фильтровали, если нужно, сами достаточно хорошо. Дети все фильтровали, дети все понимали, ни от чего не отказывались. Либо не было возможности. Но, скорее всего, им самим все это просто очень нравилось, что Минайда не лучала. Вообще, наверное, самые главные первые детские воспоминания связаны с Дворцом культуры МАИ, с большим залом, с фойе, с кабинетами, с тем пространством, в коридоре, где мы играли в футбол и проводили свои первые тренировки. С тем, что, да, мы играли действительно всех детей, которых нужно было сыграть, детей, животных, деревья, стулья, ухо немых, бедных, богатых. Все, что связано было с любой разновидностью ребенка, это были мы. Поэтому у нас было счастливое детство, однозначно. Наверное, это точно повлияло на внутренний мир, потому что мы встречались с кучей дворческих людей, ездили и общались, и слышали, как люди сочиняют, поют, играют. И это было регулярно в нашей жизни, поэтому очень благодарны за то, что было такое разнообразие всего. Вот, а потом на базе этого детского разнообразия вырастают взрослые креативные проекты. Все логично. Папа хотел, чтобы его дети получили музыкальное образование, причем именно на фортепиано. Николай Чалов уверен, что это первоосновывая всего, так как прикосновение к клавишам задает движение умственной деятельности до конца жизни. И вообще в этом попсовом мире очень важно изучить и понять классику. Папа хотел, папа сделал. Оба брата Чаловы пошли в музыкальную школу. Даниилу досталось по полной программе. Он окончил музыкалку, а Федор же начал заниматься на дудочке, флейте, потом на фортепиано, но его музыкальная карьера вернулась довольно быстро. Об этом Наталья. У нас папа композитор, у нас папа играет на фортепиано, поэтому он считал, что музыка детей должна быть обязательно. Она развивает мозг, поэтому я согласна. Поэтому дети были даже биты, мне кажется, папой не раз за этим занятием. Они не хотели заниматься. Ну, Даня закончил в седьмом классе, то есть он недолго совмещал. Юный динамовец можно было совмещать с музыкальной школой. А Федя, ну, там уже, конечно, с ЦСКА трудно было совмещать. С ЦСКА невозможно было совмещать музыкальную школу, поэтому с Федей мы просто закончили. Там не скажешь тренеру, у меня с Альфеджио я не приду. Это не тот вариант. Но, тем не менее, какое-то время Федор совмещал школу, музыкальную школу и футбол. И про театр не забываем, в котором была задействована вся семья Чаловых. Даниил уже говорил про роли, которые им доставались. Теперь мама рассказывает об амплуах своих сыновей на сцене. Ну, старший был цыганский ребенок, мальчик из общежития, там еще что-то. Феде была роль тоже большая в спектакле, там у нас был спектакль. Там 40 минут люди находились в одном и том же месте. То есть Федя 40 минут находился на сцене. Лет 8 ему, наверное, было. Он, конечно, знал все роли всех людей вокруг, в общем. Они как-то к этому относились как к обязанностям. Ну, то есть, как бы у них не было выбора. Не спрашивали, хочешь, не хочешь. Ну, Федя принимал первое участие свое, когда он еще не умел ходить. Он изображал девочку-апельсин, родившуюся там где-то. Ему было, наверное, около года. Ну, а так, это знатное их выступление братья Голопупенко в Алуште. Физическая миниатюра. Делай раз, делай два, делай три. Братья Голопупенко, братья Чаловы вставали друг на друга, выполняли какие-то акробатические элементы. Говорят, это было очень смешно и бурные аплодисменты. Николай Чалов, конечно, уникальный человек так увлечить всю свою семью. Вообще, пора уже создавать программу «Папа знает все». Уверена, Чаловы бы это поддержали. Послушайте, как старший сын рассказывает про главу семейства. Папа у нас лучший, в принципе, спортсмен и чемпион мира по всем видам спорта, как он выражается. Ну, и с этим спорить тоже сложно, потому что он настоящий спортсмен, действительно. Мы так, чуть-чуть. Наверное, это его негласный статус чемпиона мира по всем видам спорта, который выражался в его энергии и отношении к жизни. Мы как раз-таки и переняли, а так как папа в детстве тоже играл в футбол, и, возможно, где-то когда-то у нас был мяч, судя по детским фотографиям, мы делали это вместе с ним. Я думаю, что он тот человек, который показал нам мяч, а потом мы уже сами продолжили его пинать. То есть нас никто никогда вообще не заставлял и никаких принуждений к занятиям в спорте или еще к чему-то такому. Просто нас воспитывали интерес, скорее, к игре, который транслировался, собственно говоря, родительским поведением. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Прекрасный принцип. Родители были близки детям по многим вопросам, поддерживали их практически во всех ситуациях, даже неоднозначных. Даня ходил к репетитору по английскому. Первый курс, наверное, в институте, значит, решил, что им очень нужен английский. Нашел женщину, которая, значит, на частности занимался английским. Он к ней ездил куда-то, в Тушино, добрая женщина, кормила бродячих собак. 1 января бродячая собака рожает собачьих детей. Начинаются морозы, собаки начинают у этой собаки умирать. Она их вынимает из своего убежища и отдает этой женщине, собака-мать. Женщина спасает животных, выхаживает и говорит, Данечка, я вижу, ты очень хороший мальчик. У тебя, наверное, очень хорошая семья. Возьмите собачку. Говорит Даня, говорит нам все это. Я говорю, Дань, я всегда хотела собаку, собственно. Даша 5 лет, Даша кричит громче всех собаку, собаку. Он говорит, ну вы понимаете, что если мы сейчас не возьмем собаку, я же не смогу больше ходить к ней на английский. Ну, в общем, принимаем решение. Дети честно сказали, мы гулять не будем. Короче говоря, мы забираем эту собаку. У Дани тут же меняются обстоятельства жизни. На английский он больше не ходит никогда. Собаке 10 лет, она живет с нами, спит на диванчике. Абсолютный шариков, знает все слова, не подчиняется ничему. Прекрасная собака трудной судьбы с отмороженным хвостом. К середине программы окончательно вырисовывается портрет семьи. Какие люди, какие отношения. Мне так нравится. Как они друг другу верят и вообще не подводят друг друга. Вот так всегда в нашей программе. Начинаем вроде за спорт, а в итоге побеждает интерес к чисто человеческой истории. В том же духе продолжим. А сейчас вновь небольшая пауза. Мама знает все. Мама знает все. Проект Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Здесь Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. Главный герой у нас сегодня российский футболист Федор Чалов. Главная рассказчица его мама Наталья. Напомню, что Федор Чалов игрок футбольного клуба ЦСКА, нападающий, притом имеющий статус лучшего бомбардира. Как минимум в 2018 году в рамках российского чемпионата. Очень хочется вновь погрузиться в детские воспоминания. Как говорится, ты помнишь, как все начиналось. Конечно, тут слово маме. Одно время у Феди был какой-то период, он почему-то меня запрещал ходить на игры. Ну вот не знаю, почему. Был у него какой-то такой, может, лет в 11-12. Я говорю, не ходи. Я вот гуляла где-нибудь там в Манеже, в Чертаново. Они играли в зале. Идет тренер, говорит, а что вы здесь сидите? А я сижу за дверью. Я говорю, мне Федя запретил смотреть футбол. Он говорит, господи, все бы родители здесь сидели. Как было бы хорошо. А мамашки мне говорят, пойдем, пойдем за колонну встанешь, он тебя не увидит. Я говорю, не могу, ребенку обещала, ну вы что, куда я пойду? Даже иногда мне так сполен, я смотрел, уйди. Я говорю, ну пожалуйста, ну и уйду. Потом он устал, как бы все равно. Мы в своей программе уже встречались с таким определенным стеснением мальчиков перед своими мамами. Кстати, сейчас у нас здесь появится Иван Обляков, он тоже был одним из героев проекта «Мама знает все». А сейчас мы к нему обратимся как к другу Федора Чалова. Решили у него расспросить, как возникает дружба между соратниками по команде. Есть ли она вообще эта футбольная дружба? С Федором мы познакомились с сборной. Нам, наверное, лет по 17-18 было сборная по 19 на тот момент. Там были наши знакомые по команде, поэтому мы стали так немного общаться, а потом со временем все больше и больше. Вот так вот наша дружба как бы становилась крепче. И сейчас мы, можно сказать, одни из лучших друзей. И не только в команде, а вообще по жизни вместе куда-то ходим на какие-то мероприятия всегда с девушками, женами. Иван Обляков, тоже игрок московского ЦСКА, как было сказано, из сборной России. Интереснейшая личность, парень из деревни, который добрался до игры в Лиге Чемпионов. Будет возможность послушать программу про него в наших подкастах, гарантирую, будет очень интересно. Ну а пока опять слово Ивану, продругу Федора Чалова в жизни и на поле. Федор всегда такой открытый, добрый и улыбчивый человек. Я не знаю, что в нем может не нравиться. Он всегда поможет в трудной ситуации, какая бы она ни была. Поэтому с ним очень приятно общаться, когда проблем не было. Федор на поле всегда спокойный, равновешный. Я думаю, ничто не сможет вывести его из себя. Он всегда будет подходить к матчу, тренировке с холодной головой. Нравится мне его, как он действует на поле, когда открывается. Ловит этот момент открываний, когда поднимает мяч во время открывания на большой скорости. Это тоже тяжелая работа. Создает себе очень много моментов. Главное сейчас, мне кажется, чуть-чуть подправить реализацию и будет отлично. Голов будет еще больше. Вот Иван Облеков говорит по поводу улыбки Чалова. Ну, вроде как расхожая фраза. Он такой улыбчивый, добрый. А между тем первый тренер Федора Чалова Игорь Юрьевич Гусев в этой улыбке видит определенную футбольную магию. Вот как Федя в Игоре я был в детстве. Так вот и сейчас вот когда по телевизору смотришь, я даже Наталья как сказал, Наталья, скажи, что больше улыбался, больше забивать будет. Действительно, с улыбочкой бум-бум-бум, забил, ура. И в ЦСКА-то тоже смотрю, и улыбается, да, точно сейчас забьется. Забивал. Я считаю, что Федя потенциал раскрылся, хотя можно было бы и больше, но тут есть свои тонкости. Профессиональные тонкости, которые я обсуждать не могу. Это связано с теми тренерами, которые с ним работают. Если бы я работал с ним в команде мастеров, я бы немножко работал по-другому. Хотя бы потому, что я знаю его детство. Каждый тренер футбол понимает по-своему. Да, говорят, мы там с тобой друзья-товарищи, футбол понимаем одинаково, но есть нюансы. Так, товарищи, есть мнение, при том очень авторитетное. От главного тренера футбольного клуба ЦСКА Владимира Валентиновича Федотова он отвечает на сакраментальный вопрос. В чем сила, брат? В чем сильные стороны Федора Чалова? Сильные стороны, ну, наверное, бомбардир. Игрок, который умеет, любит, нацелен на забивание голов. Еще отметим, наверное, очень хорошую. В подыгрыше, если есть партнер в более выгодной позиции, он отдаст. Командный игрок это те качества, которые его выделяют. Слабости, наверное, это наши индивидуальные вещи. Универсальных солдат, которые по всем параметрам одни пятерки. Сложно. Универсальный, да, конечно, сложно. Но в целом, по жизни Чалов человек азартный, увлекающийся. И, как говорит его соратник, партнер по команде Иван Обляков, очень активный. Федор за любой движ. Он всегда куда-то всех собирает. На разные футболы, хоккей. Пойдем там поиграем, там поиграем. Вообще, ну, он такой сам по себе человек, который придумывает всякие разные игры. Там вообще из любой сферы можешь придумать. Давай в это поиграем, давай в бутылку там. Кинем, давай в карту, кто больше вытащит там. Все, что вот видит, может придумать из этого игру и в бой у нее играть. И Флаза почти постоянно выигрывает. Я не знаю, как у него это получается. Камень, ножницы, бумага. Может у всех выигрывает. Наверное, я единственный человек, который может у него больше раз выиграть, чем он. А так он постоянно выигрывает. Прям такой человек, который не сидит на месте, хочет поиграть во что-то постоянно. Это все отголоски семейного театра, однозначно. Вся наша жизнь игра это про Чалова, про всю семью Чаловых. Но что удивительно, при всех своих очевидных талантах Федор в своей семье не возводился на трон. У Федя никогда не было короны, звезды, потому что у нас что Даня, что папа, они ему всегда рассказывали, что он так себе. Ничего особенного. Есть же там семьи, которые превозносятся. Мы не превозносим. Мы радуемся, все, но как-то не превозносим. Конечно, есть уважение, конечно. Сейчас я могу позволить жить лучше гораздо, чем я жила раньше, потому что Федя позволяет мне шикарную жизнь какую-то, которую раньше у меня не было. И, конечно, я ему за это очень благодарна. Потому что он не жалеет, скажем так. Надо? Надо. И даже если не надо, то где-то все равно оно есть. Нужно взять и пойти порадовать себя. На самом деле в семье Чаловых радовать умеют оба сына. И старший Даниил, и младший, и наш герой Федор. Однажды они для своей мамы придумали подарок на день рождения. Была очень трогательнейшая история совершенно. Я водитель машины, я люблю ездить на машине. У меня была машина много лет. Сузуки. И вот мы их ждем на даче, короче говоря. Я им говорю так. Во-первых, я считалась Фединым агентом. Я же ходила в ЦСКА. Я говорю, подарите мне новый телефон. У меня айфон сломался. Давайте мне новый телефон. Да, да, мы едем. Все, мы едем. А у нас еще друзья были на даче. Я говорю, наконец-то, что так долго. Давайте садимся есть. Они говорят, ну вот. Они говорят, это твои агентские. Дают мне коробочку. Я говорю, давайте. Спасибо, садимся кушать. Они говорят, ну ты коробочку-то открой. Я говорю, да. Я открываю коробочку, и дальше я вот, честно говоря, там лежат ключи. Я говорю, что это? Они говорят, ну ты пойди на дорогу, ты пойди. То есть они вот с первой своей большой зарплаты, они сложились, купили мне новую машину. И тогда там у Дани была девушка, которая уже водила машину. То есть они ее пригнали только что вот без бантика на дачу, эту новую машину с телефоном уже там приставленным тоже, с этой коробочкой. Ну это, конечно, шоковое состояние. Это вот, я говорю, ну все, можно помирать в принципе. Все, все мое лучшее в моей жизни произошло. Ну это действительно, это же не каждые дети будут так делать. Совершенно. При том, что, ну это, для них это были большие деньги, они еще не были так, не то, чтобы могли многого. То есть это было, вот первые большие потраченные деньги были потрачены на мою машину. Дальше уже там, кто что мог, кто как жил и так далее. Но первое, что они сделали, они купили мне новую машину. Я сказала, неприлично 10 лет ездить на одной машине. Спасибо. Вот в этой яркой эмоциональной истории мама вскользь упомянула о том, что именно она в то время была агентом сына. То есть именно она занималась всеми вопросами устройства сына, защитой его интересов и так далее. Да, так было до совершеннолетия Федора. Мама была единственной, с кем общалась руководство ЦСКА. Если ее не устраивало, например, лечение врачей, то она приходила к руководству клуба и добивалась изменений. До взросления футболиста на самом деле очень много вопросов, которые должен решать близкий человек. Ребенок не может сам решить, оперировать, например, ему мениск или лечить терапевтическими методами. Если агент может себе позволить сказать, не разбираясь, оперируем, то мама никогда. Как отметил в одном интервью папа Николай Чалов, Наталья, была лучше, чем агент. Агенты ее боялись, а она спокойно вела переговоры с руководством, конкретно говорила о своем сыне. Тут остается только добавить наше традиционное «мама знает все» и сказать, что мы продолжим после небольшой паузы. Мама знает все на Авторадио. Без всяких вступлений просто послушаем маму двух футболистов. Даниила Чалова и его брата, основного героя нашей программы, Федора Чалова. Один раз, например, Дань, когда уже в Белоруссии играл, а летел он откуда-то из Краснодара, что ли. Говорил, мама, я опаздываю на тренировку. Мама села в машину, встретила его в Шереметьево, отвезла его в Витебск, развернулась и поехала обратно. Ну, вот как примерно на октябрь съездить, только я доехала до Витебска и вернулась обратно за один день. Ну, слушайте, я не считаю поступком это необходимость. Нет, ну, там, Феде там бутсы он забыл, там, я ему как-то ночью везла их в Ватутинки тоже какие-то, потому что он вспомнил. Почему-то надо было, просто я помню, у меня эта картинка стоит, я еду по каким-то проселочным дорогам, еще навигатор повез. Ночь, поле, дорога. Почему кругами меня везла эта дорога? Для меня это такое яркое воспоминание. Ну, как бы просто бутсы отвезти. Я могу так иногда что-нибудь сделать. Может, кто-то бы не поехал? Я поеду, если надо. Да, мама может. Продолжаем нашу программу, созданную по инициативе Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Тренеры тоже могут, готовы помочь, как минимум советам. У нас вновь появляется главный тренер ЦСКА Владимир Федотов с характеристикой нападающего столичных армейцев Федора Чалова. Конечно, дисциплинированный игрок, по крайней мере. У нас к Феде нареканий никаких не было, нигде мы его не видели за потусторонними вещами, что не касается футбола. Нет, Федя очень любит футбол, всю составляющую, подготовку. У меня всегда есть куда стремиться, в чем добавлять. Федя это слышит, четко реагирует. Наверное, это и основа, чтобы каждый раз выносить что-то новое и двигаться вперед. А он и пошел. И поиграл в Европе, куда, конечно, стремятся все наши футболисты для закрепления, для развития себя в статусе успешных игроков. Нападающий сборной России Федор Чалов в начале 22-го года стал игроком швейцарского Базеля. Увы, в глобальном плане период для международной карьеры у Федора выполнен не самый удачный, но тем не менее тренер ЦСКА Владимир Федотов говорит, что и в этом можно найти свой смысл и свою выгоду. Во-первых, и Федор пришел в Базель, как говорится, не с пустого места. Он был в команде в профессиональном футбольном клубе ЦСКА, где все организационные вопросы на высшем уровне тренировочный процесс. Поэтому, наверное, Феде было сложно чем-то удивить. Футболисты и индивидуалисты. Каждый строит свою карьеру больше на такие индивидуальные действия. Каждый заточен на своем прогрессе. Конечно, это дело тренера организовать этот процесс, чтобы индивидуальные качества были слагаемым успехом этой команды. Здесь, наверное, новый опыт. Новые горизонты, новая атмосфера, отличная. Это всегда, в принципе, хорошо. Хорошо смена обстановки, где нужно доказывать, свою состоятельность в условиях хорошей конкурентной борьбы. Наверное, вот здесь как раз и то, что двигает футболиста в своем развитии. Поэтому, наверное, было желание в Феде. Был контракт, и нам пришлось общаться, рассказывать про свои, как говорится, плюсы. Будет не хуже, а будет лучше и прогрессивнее. Конечно, большой спорт – это сложно, трудно. Это реальная борьба за место в команде в основном составе, за место в сборной, в конце концов. Мама Федора Чалова о том, как она относится к привлечению сына в главные команды страны. Ну, во-первых, он был в детских сборных всегда, в молодежных сборных был. Чудесная была сборная 98-го года рождения. Они ездили на молодежный, ну, как бы, по 98-му году. Чемпионат мира они были в Чили. Михаил Михайлович Галактионов его возил. Федя побывал в Уругвай, побывал в Чили. Потом молодежку Галактионов его тоже вызывал. Ну, сборная, сборная, конечно, сборная страны важна. Я считаю, что тут как пойдет. Вот, позвали, хорошо. Не позвали, значит, есть люди лучше. Обид никаких там или кричать, что мой ребенок самый лучший, но его не берут в сборную, я не буду никогда. Я считаю, что, ну, есть тренера, у каждого тренера свой взгляд, к каждому тренеру подходит свой игрок. Хорошо, когда игрок находит своего тренера в сборной, это или в клубе, или где. Вообще, мама Федора Чалова приходит к универсальной формуле, которая определяет место и игрока в команде, и родителей в большом спорте. Я всегда говорила, что Федя тренируется в ЦСКА до тех пор, пока его не выгонят. То есть у меня не было нацеленности сделать из ребенка профессионального футболиста. Я, к сожалению, смотрелась разных родителей за долгое время детского футбола. Некоторых детей мне жалко, потому что я считаю, что ребенок должен сам этого хотеть. Нельзя его ругать. Машедшие мамаши, нельзя так говорить, наверное, они говорят, почему ты не сделал то там, а сделал это? Я никогда ничего не говорила там, почему ты сделал то, не сделал ли ты. Родители в основном присутствовали на всех тренировках. Даша сначала сказала мама, потом сказала гол, потому что Даша, собственно, родилась уже на футбольном поле. Федя уже год оттренировался в ЦСКА к тому моменту. Вот, и мы с ней там гуляли в колясочках вокруг полей. Вот, поэтому я никогда не лезла ни в какую спортивную их деятельность. Ну, собственно, тренера всегда говорили, если вы хотите поговорить, мы говорим только о вашем ребенке, то есть у вас есть профессионально спортивное образование, потому что ваше дело кормить, любить, привозить и увозить, если можете, если нет, пусть сами ходят. Все. Остальное, я считаю, что это вот, ну, как бы, ну, да, приходилось лечить, конечно, лечить чуть дольше, чем, может быть, хотелось бы тренерам. Тут я иногда настаивала на своем, скажем так, потому что, к сожалению, детям кажется, что они уже здоровы, и поэтому, например, очень много вот интернатовских ребят, которые в детстве были замечательными, они потерялись из-за того, что просто за ним никто не следил. Травмы, что-то такое, даже не то, что там плохое поведение, нет, недоличные травмы, скажем так, вот интернатовских хороших ребят, много пропало. Ну, про травмы, это всегда отдельная история для каждого игрока и, конечно, для их мам. А у Натальи Чаловой два сына футболиста, и, значит, двойные тревоги. Папа Федора Чалова рассказывал, что у сына был непростой момент с травмой, он долго лечился, возникла даже психологическая неуверенность столько и вообще продолжать дальше. Но благодаря маме он вернулся в большой футбол, потому что без него никак. Это любовь. Притом любовь именно к игре, а не к тем материальным возможностям, которые дарит данный вид спорта его участникам. Ты про крутые тачки и дорогой отдых? Да, но в биографии Федора Чалова был момент, когда он был в противофазе этого явления. Сейчас мама Федора расскажет. Я помню, он уже тренировался с Основой, папа подарил ему на день рождения самокат. Во-первых, наш папа сам едет на самокате зимой и летом, мне кажется. И Феде мы тоже подарили самокат, а он как раз, они уже стали жить недалеко от стадиона. И он приехал на самокате на стадион, имел огромный успех, потому что машина там Кенфеева, еще кого-то, и Федя на самокате, на самокате написано А4. Сказали, ммм, сказал, ну, поставил на парковочку между майбахами. Аккуратно. Нет, не будем говорить, что Чалов лишенец, и у него так, кроме самоката, ничего и не появилось. Все есть. Но главное все равно семья и традиция, любовь и уважение. Брат Данил об этом. У нас есть семейная традиция собраться на дачу после бани и услышать самые главные тосты от нашей мамы. Это, чтобы все дети были здоровы. Желаю это всем детям тех стран. Второй тост мы всегда пьем за всех наших родственников и родных, потому что мы чувствуем себя единой семьей действительно. Это то, что делают продолжение сейчас наши родители, и это, думаю, это приведет нам. Конечно, перейдет. В общем-то, это уже случилось, уверена. Мне еще хочется, чтобы от нашей программы к нашим слушателям перешло от семьи Чаловых понимание, как надо относиться к своим детям, увлеченным каким-то спортом, пусть тем же футболом. Наталья Чалова говорит прекрасно по этому поводу. Не надо заставлять детей. Они могут пересытиться. Они могут в старшем возрасте сказать, мы больше не хотим. И надо сказать, что профессиональные футболисты некоторые рассказывали мне уже, взрослые, кто сейчас тренерами работает, что были совершенно талантливые дети и там в период переходного возраста и когда надо было от детства переходить к старшему футболу, они говорили, мы больше не можем. У них просто тошнило уже от тренировок или еще от чего-то. Да, сейчас конкуренция, да, сейчас сложно, но мне кажется, если ребенок хочет, он добьется. Сейчас много возможностей. Мне кажется, надо все-таки давать детям детство. Дети, которые занимаются профессиональным спортом, они и так лишены детства. У них фактически летом сборы, зимой сборы, они не могут себе позволить лишнего, что-то в еде, потому что их ограничивают и тренера. Понятно, что надо там следить за питанием и так далее, но все равно, мне кажется, надо просто любить детей, помогать, поддерживать, не захваливать, с одной стороны, но с другой стороны, не заругивать. Они вырастут, они самостоятельные люди, они самостоятельные единицы. Надо учиться отпускать детей, давать им возможность выбора, возможность принятия решений, поддерживать принятие решений. Если ребенку нужна помощь, он придет, в конце концов. Надо дать детям возможность, чтобы они не боялись обратиться к родителям. Все должно быть в меру. Все, на этом призыве и закончим. Всего должно быть в меру, и наша программа подошла к концу. Как всегда, не хочется уже расставаться с участниками разговора. Но с ними всегда можно вновь встретиться в наших подкастах, на подкаст-платформах Яндекс.Подкаст, Гугл.Подкаст, Эппл.Подкаст, ВКонтакте, а также на сайте Российского футбольного союза и Авторадио. Всем спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева были с вами. Наши парни возвращаются в детство, а помогают им в этом самые близкие и важные в жизни люди. Мама знает все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова